Сборники кинохроники Итак, кинохроники — это первый авторизованный сборник лучших песен группы кино за всю историю существования. Сейчас сразу будет возражение, мол, есть же последний герой, который недавно был на обзоре. И да, вы правы. Последний герой — тоже компиляция. Ну, во-первых, это перезаписанные песни, во-вторых, временной охват не столь широк, в-третьих, при создании последнего героя первостепенная цель все-таки была выпустить альбом «За границей» для французского лейбла. Второй момент. Как и с любыми уважаемыми и известными группами, происходит ситуация, когда пираты начинают клепать от себя тюну под видом официальных изданий с какими-то странными названиями и оформлением. К примеру, кто застал ларьки наподобие «Союз печать» прекрасно помнит, сколько кассет было выпущено под видом альбомов «Продиджи». Представляющих собой винегрет из ремиксов, лайвов, промо и демозаписей вперемешку иногда со студийными треками и нередко встречался один и тот же по контенту трек-лист, но с разным оформлением, названием и порядком композиций, ну и так далее. В общем-то, забавное время было, когда не было интернета, дискокса, чтобы хоть как-то понимать, что тебе втюхивают — номерной альбом или откровенный «Левак и отсебятину». И таких примеров очень много и с другими группами. Сегодняшний же сборник включает в себя не просто песни всего периода существования группы, но и ранее неизданный трек «Музыка волн», записанный в 2021 году, также обновленную версию песни «Атаман» и альтернативную версию песни «Стук». Что ж, логика понятна, чем-то мне напоминает ситуацию со сборником «Нирвана», где собраны лучшие песни группы и также вышла впервые новая «You Know You Right». Да, кстати, прежде чем мы перейдем к обсуждению Кинохроник, сообщаю. 30 сентября и 1 октября пройдет выставка продажи винила, всем знакомый, Vinyl by Moscow High Show. На выставке вас ждет приоритетно винил, завсегдатые участники предложат вам пластинки из частных коллекций, первопрессы, новоделы раритеты, а также Александр Дягилев покажет свои моющие устройства для винила. Кстати, у меня есть его топовая автоматическая ультразвуковая мойка, пользуюсь ней первый год, работает как часы. А также к вашему вниманию будут аксессуары для винила и стойки для аудиотехники. К вашим услугам по адресу Коровинское шоссе, дом 10, это отель Селигерская, зал Москва, площадью 250 квадратных метров. Вход бесплатный, парковка бесплатная, регистрация не нужна, так что просто приходите. Итак, в нашем распоряжении 24 песни за период с 1982 года по 2021. 2021. Обратите внимание на трек-лист. Сразу прослеживается обратный хронологический порядок песен, то есть от позднего периода к раннему. Необычное и редкое решение в наше время, все же обычный порядок от раннего творчества к позднему. Поэтому слегка непривычно с одной стороны. Но ничего, еще один момент на CD-версии сборника на три песни больше, а именно речь о «Мама, мы все тяжелобольные», «Война» и «Разрешите мне». Возрадуйтесь, любители цифры, у вас есть преимущество перед венеломанами. Машины рекордс докинули их ввиду большей вместимости компакт-дисков. Честно говоря, эти три песни для меня особой погоды не делают, однако жаль, что в сборнике отсутствует одна из любимых «Следи за собой». Но, как говорит Максим Кондрашов, сборник составлял не он один, а при участии самих музыкантов, поэтому так уж решили обижаться не стоит. В остальном к трек-листу с моей стороны претензий нет. Далее, учитывая почти 40-летний охват, все мы знаем, что альбомы кино писались, мягко говоря, не в одинаковых условиях, и разброс в качестве звучания просто огромен, поэтому было принято решение привести все песни к более-менее общему знаменателю, то есть была попытка ремастировать звучание, чтобы минимизировать в разумных пределах разницу в звуке. То есть песни со сборника кинохроники отличаются по звуку от альбомов, выпущенных даже машиной рекордс. С одной стороны неаутентичный звук может насторожить, с другой логика понятна, сборник есть сборник, можно попытаться. С третьей стороны мы получаем еще один мастеринг любимых треков вместо банальной солянки из уже проделанной работы лейбла. Если говорить о песнях с альбомов 45 и Начальник Камчатки, в кинохрониках их звучание тоже отличается от тех, что будут вызданных в будущем полноценных версиях альбомов. Имеется в виду, что на альбомах будет сохранена аутентичность звучания, в отличие от необходимости подгона звучания всех песен на сегодняшнем сборнике. Об этом Максим Кондрашов также упоминал в своем видео на YouTube-канале. Поэтому строго объективно просил не судить. Сейчас кто-то должен возразить, зачем вообще делать сборник? Ну, к примеру, я люблю группу кино, но далеко не все произведения, и у меня нет полной дискографии альбомов на виниле и, вероятнее всего, и не будет. Ибо, ну, не настолько фанат, особенно раннего творчества. Но я никогда не стеснялся собирать сборники лучших треков любимых групп. А почему бы нет? Если качество звучания не намного хуже, чем на студийных альбомах, если виниловый сборник издан хорошим лейблом на качественном виниле, послушать лучшие треки, по-моему, милейшее дело. Все же знают, сколько сейчас стоит винил, и во сколько вам обойдется дискография Битлз, Флойдов или ACDC. Особенно для новичков-виниломанов сборники тоже эконом-выход. И да, сборник мне понравился по трек-листу, однозначно пойдет в коллекцию. Но давайте также оценим, что и как по звучанию. Но начнем традиционно с конверта. Конверт раскладной, картон плотный, на ощупь прямо приятный. Не глянец, а такой, я бы сказал, полу-софт-тач. Красочное четкое оформление, к качеству печати вообще никаких абсолютно вопросов. Сзади трек-лист на развороте фотогруппы кино. Внутри есть вкладка с текстами композиции и несколькими фото. Сам винил. Мой черного цвета, есть еще фиолетовый в лимитированном издании. Винил 200-граммовый, с виду качественный, без дефектов и грязи. По качеству массы этот экземпляр очень хорош. Мелкие щелчки встречаются нечасто. Отцентрирован винил точно. Ни одна из четырех сторон не гуляет. Падение качества к яблокам тоже мной не замечено. Кстати, тут уточню еще один нюанс. Если вы сравните трек-лист с CD-версией сборника, то помимо отсутствия трек-песен на виниле, заметите и чуть другое расположение. То есть к яблокам в лейбле Machine Records приняли решение расположить менее динамичные и более спокойные песни, чтобы еще тем самым минимизировать искажения. Логично. В то время, как даже на фирменных зарубежных изданиях над этим не заморачиваются вообще. Или же последние треки пишут тише на несколько децибел. Один из ярких примеров – это японское издание альбома Scorpions Love of the First Sting, которое было у меня в свое время, но при оцифровке его я увидел просто ужасную картину, как с каждым треком на каждой стороне уровень записи падал и к яблоку по сравнению с первыми треками упал просто чудовищно. У кого есть это издание, сравните ради интереса уровень записи первого и последних треков. Уверен, мне не дадут соврать мои подписчики. И таких примеров море. Ладно, с качеством винила мне повезло, без замечаний. Что по звуку? Как я и сказал ранее, амплитудно-частотную характеристику попытались выровнять, чтобы не было сильно заметных перепадов. В основном это коснулось баса. Его подтянули на ранних песнях, но и поздние. Та же кукушка или кончится лето по амплитудно-частотной характеристике тоже отличаются от альбомных версий. И да, напомню, черный альбом мой любимый. И естественно, я сравнил звучание сборника с ним, и сборник как минимум играет не хуже, а в некоторых моментах мне показался даже интереснее. Тем более, еще и меньше щелкает. В общем, мне звучание понравилось. На моей системе отлично играет. Я сделаю на этот раз не один, а, наверное, 3-4 сэмпла разных периодов записи, чтобы вы могли оценить звучание более объективно. Порадовало, что издание не раздуто, а забито по самое небалуй. То есть на каждой пластинке продолжительность примерно по 50 минут. Ставлю 9 из 10. Цена 3800 рублей. Рекомендую. Не за качество снизил, а за отсутствие следи за собой. Но это, как говорится, дело вкуса. Не всем же эта песня по душе, как, скажем, мне. Поэтому ставьте в комментариях свою оценку и напишите, как вам трек-лист и само издание. А я пойду анализировать и сравнивать альбомы Линды. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно делитесь вашим мнением. И, конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok